Большой ремонт намечается в саратовских дворах. Еще до его начала журналисты нашей телекомпании выезжают по проблемным адресам и собирают заявки жителей. Более сотни дворов отремонтируют уже в этом году и работы не прекратятся до тех пор, пока не будет отремонтирован каждый двор. В связи с этим телеканал Саратов 24 запустил новую рубрику «Дворнадзор». Мы расскажем о том, какие дворы нуждаются в срочной реконструкции, а затем проследим, чтобы деньги на ремонт были потрачены эффективно. Сегодня наша съемочная группа отправилась во дворы домов по улицам Жуковского и Высокая. Все подробности в следующем сюжете. Лет пять или шесть назад была огромная яма. Здесь была просто помойка. Кое-как с трудом добились отвода канала от нашей управляющей компании, чтобы вот это все как-то заделали. Еще немного, и эта яма во дворе дома номер 18 по улице Высокая вновь превратится в опасную ловушку. Асфальт, уложенный наспех, обваливается под весом снующих через двор автомобилей. Ну, трасса натуральная. Без конца едут машины. Им абсолютно все равно. Нет бы хотя бы лежачего полицейского вот здесь установить или еще хоть что-то. Подъезд к дому, по словам жильцов, уже давно стал проезжей частью. Просили управляющую компанию установить ограждение. Обещанного жители пятиэтажки ждут больше трех лет. Сколько обращались, сколько просили, у них нет денег. Мы просим хотя бы сделать площадку. Не площадку, а чтобы на газоне не ставили машины. Здесь уже не наши машины стоят. У нас вот была там как бы изгородь, но ее тащили. А ведь были здесь когда-то и газоны, и детская площадка, в напоминании о которой сейчас остались лишь старые разбитые качели и ржавая паутинка. Как вот эти качели убыли вот пять лет назад, так и не остались. Стоянка для машин просто. Хотелось бордюры, асфальт, детскую площадку. Гулять с детьми без опасения за их жизни жители могут только в сквере у Рубина, как и жильцы дома 16А по улице Жуковского. Когда по всей округе делали ремонт, говорят молодые родители, их дом почему-то остался и без дороги, и без детской площадки. Новость о том, что этот двор может попасть в проект «Наш двор», который инициировал Вячеслав Володин, жители встретили с оптимизмом. По их словам, программа очень актуальна для Саратова. Конечно, положительно отношусь. Кто же будет против того, чтобы у нас здесь было все красиво и уютно. Именно так должно быть после ремонта, отметил Вячеслав Володин во время посещения дворов Саратова. Качество работ должно быть высоким и контролировать лично весь процесс наш земляк попросил губернатора и главу городской администрации. Следить за тем, как и где будут проводиться работы, будет и наш телеканал «Саратов-24». Ежедневно в рубрике «Дежурный репортер Дворнадзор» мы будем показывать, каким двор был до ремонта и каким он стал после. Станислав Жижин, Роман Шельдяев, «Саратов-24». Мы продолжим ежедневно вести тему о необходимости ремонта и благоустройства придомовых территорий областного центра. Если вы уверены, что и вашему двору срочно необходим ремонт, и вы готовы рассказать об этой проблеме, пишите нам на почту инфо собакосаратов24.тв, выкладывайте в социальные сети фотографии вашего двора и ставьте хэштег «Дворнадзор», оставляйте заявки на участие в проекте по телефону 705-755. О дворах, которые особенно нуждаются в срочной реконструкции, мы будем рассказывать ежедневно в наших выпусках новостей.